В раздираемой внутренними противоречиями Европе растет популярность националистических партий. Тысячи сторонников итальянской правой партии Северная Лига съехались в Рим для участия в демонстрации против иммиграции. А зародившаяся в Германии антиисламская организация Пегида впервые провела свою акцию в Великобритании. Недовольные ухудшением экономического положения демонстранты винят в этом иммигрантов и требуют ужесточения контроля на границах. Какова роль границ в современной экономике, пытался выяснить наш обозреватель. Участники акции протеста, организованной одной из главных оппозиционных партий Италии Лигой Севера, требовали отставки премьер-министра. Лига выступает за предоставление северным итальянским провинциям независимости и образование самостоятельного государства подания со столицей в Милане. Сторонников партии становится все больше. Люди недовольны политикой жесткой экономии и ростом темпов иммиграции в Италию. Сюда массово прибывают беженцы из Африки. А недавно зародившийся в Германии движение против исламизации Европы Пегида провело свою первую акцию в Великобритании. В этой стране тоже есть своя партия независимости. Ее лидер пообещал добиться выхода Великобритании из Евросоюза и установления жесткого контроля над эмиграцией. Только отделившись от Евросоюза и вернув себе контроль над нашими границами, мы можем дать британскому народу то, чего хочет и поддерживает подавляющее большинство. Примерно такая же тенденция наблюдается во всех странах Европы. Растет число граждан, считающих виновными в ухудшении своего положения иммигрантов, отбирающих у них рабочие места и на содержание которых тратятся средства налогоплательщиков. Среднеевропейский обыватель для сохранения своего благополучия не прочь отгородиться железным занавесом на границах. Но, например, голландский писатель и историк Рютгер Брехман полагает, что границы и есть зачастую основная причина бедности. Люди не имеют возможности поехать туда, где их труд был бы востребован, потому что у них нет на это элементарного права. Подсчитано, что в мире без границ экономики работали бы во много раз эффективнее, спрос и предложения беспрепятственно находили бы друг друга, а мировые экономики могли бы вырасти в два раза. Однако сам Брехман считает, что на реализацию этой, кажущейся на первый взгляд, утопии уйдут десятилетия, а может быть и века. Слишком уж большие экономические и культурные различия у разных стран. И тем не менее, уже сейчас все говорят о глобализации. Она сказывается на экономике всех стран, затрагивает производство товаров и услуг, использование рабочей силы, инвестиции, технологии и их распространение из одних стран в другие. А интернет и современные средства коммуникации уже стерли границы в сфере обмена информацией.